Начнем с участка дороги по улице 30 лет Победы. Ремонтные работы здесь ведутся уже около года. Совсем недавно подрядчик заявил, дорога готова, можете принимать. Однако приемная комиссия нашла огромное количество недочетов. Я думала, что дорога будет шире. Там все раскопали, думала ее расширят, поскольку здесь очень интенсивное движение. Но в принципе вот по газонам, да, вот это вот мне не нравится. В прошлом году улицу 30 лет Победы не приняли в эксплуатацию от подрядчика. Были замечания к покрытию асфальтобетонному, поэтому было принято решение, что мы дорогу не принимаем. А в июне-июле месяце подрядчик эту дорогу, этот участок переделывает и сдает повторно. Июль должен стать завершающим эту историю месяцем, а зеленительные работы поставят точку в этой неразберихе. Почти два года длится реконструкция дороги по улице Новосодовая, движение по которой в 2017 году перекрывали. Жителям правого и левого берегов пришлось смириться с 40-минутным объездом через трассу Кунгур-Соликамск. Однако 1 декабря 2017 года ремонтные работы приостановились. Движение транспорта, в том числе общественного, возобновилось. Проектная документация потребовала корректировку. Из-за этого работы были приостановлены, в том плане, чтобы подрядчик понимал, как им устроить, какими механизмами, за какие деньги. И как перекладывать существующие сети, которые достаточно много в этом коридоре находятся. Соответственно, раз мы это корректируем, заходим в экспертизу, повторно проходим. И ожидаем, что с осени этого года начнутся земляные работы по замене слабонесущих грунтов. Этим летом мы будем ездить на правый берег напрямую. А вот в начале осени водители снова вернутся к объездной трассе. И вернемся к улице Пятилетки. Накануне депутат городской думы Андрей Криктунов выразил негодование. Мол, по опыту прошлых лет есть большая вероятность, что последний участок не сдадут в срок. Контракт не заключили, что ли? Контракт готовится к заключению. А с кем будете заключать? А у нас не получится, что 10-го мы сорвем опять? Будем стараться, чтобы не сорвалось. Но заключать это по итогам конкурса. А конкурс уже прошел? Нет, не прошел. А еще конкурса даже нет? Ну, конкурсы электронные площадки. Ну и мы понимаем, что такое-то. Он может быть не состояться, и потом мы можем перенести. Это уже не первый раз это было у нас. Нет, конкурс состоится. А между тем народный избранник был прав. Ведь в середине мая в управлении благоустройства пообещали. Контракт заключат до 10 июня. Сегодня уже 14-е, а ВОЗ и ныне там. В настоящее время проектная документация проходит экспертизу. То есть в ближайшее время экспертиза будет получен результат. Ну и, соответственно, после экспертизы уже будет размещена аукционная документация. И выберут подрядчика в соответствии с действующим законодательством. Планировали начать в начале июня. И закончить к осени. То есть это где-то октябрь-ноябрь. Между тем, закончить ремонт в срок шансы еще есть. Сдержат ли свои обещания благоустроители? По опыту Березняков дорожные ошибки по осени считают. Кирилл Мурин, Степан Некрасов. Новости на ТНТ.